Приветствую вас, друзья! Сегодня мы продолжаем тему бюджетных винтовок. Дело в том, что несмотря на большую популярность PCP-пневматики, стоимость данных игрушек далеко не всем доступна, что вызывает волну недовольства в комментариях к роликам про спортивные винтовки, про какие-то дорогие, эксклюзивные варианты. Это всё понятно. По бюджетным изделиям у нас уже есть серия роликов. Некоторые производители повернулись лицом к клиенту и начали выпускать бюджетные изделия. Другие же, наоборот, сказали, что если у вас нет денег, значит не покупайте наши игрушки. То есть позиции производителей, конечно, разнятся. Что же делать обычному человеку, который хочет войти в мир PCP-пневматики, но у которой не готов вывалить 100 тысяч рублей, непонятно зачем, непонятно для чего. То есть будет ли он дальше этим заниматься или нет. Поэтому давайте сегодня с вами сделаем обзор ещё одной бюджетной винтовки. Это винтовка производителя из Китая, ZR Arms, так называемых. Впервые упоминания об этих винтовках появились несколько лет назад. В частности, появились переломки в оружейных магазинах. Ну и, соответственно, на форумах стали всплывать темы с обсуждениями этих изделий. Но это было всё как-то эпизодически. Второе событие произошло где-то года 2, наверное, или 2,5 назад, когда попытались PCP-пневматику этой фирмы сертифицировать у нас в России и продавать её, соответственно. Но при первом же рассмотрении этих изделий оказалось, что они очень сырые. Ну, этим обуславливается их низкая цена. И для того, чтобы наш привередливый покупатель, избалованный качественной пневматикой, их покупал, их нужно дорабатывать. Поэтому группа энтузиастов собралась. Первой ласточкой должен был быть пистолет с поворотной личинкой. Это аналог Z200 или Искра. Может, на форумах об этом слышали. Его хотели доработать. То есть там доработки очень серьёзные. Чуть ли не перествол, установка редуктора, рукоятки другие, гравировка, сертификация. То есть целая-целая эпопея с этим делом должна была быть. Но в связи с какими-то внутренними разногласиями, группа этих энтузиастов разосралась так, что, в принципе, на этом всё прекратилось. Вот сейчас сделана вторая попытка завести эту пневматику в Россию. То есть её уже завезли по факту, сертифицировали. И сейчас предлагают к открытому доступу, скажем так. Но народ у нас настороженный. Потому что ZR Arms это некий аналог турецких производителей. Тех же Кралов, Хадсенов. То есть они занимаются всем. Пневматика в их ассортименте занимает какое-то достаточно небольшое место. И, соответственно, упор на это они не делают. Поэтому данные винтовки после того, как везли в Россию, естественно, нужно дорабатывать. Так вот, доработки на себя взяла группа энтузиастов, опять же, собравшиеся, которая привлекла к сотрудничеству большое количество мастеров, представителей каких-то фирм, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. То есть людей с руками. Для того, чтобы принимать заказы по всей территории России, охватить её по максимуму, и, соответственно, винтовку эту перед тем, как передавать клиенту, её нужно доработать, проверить, настроить. То есть не просто получить её в транспортной компании, там, стрельнуть в уголок куда-то там в бумажку, упаковать её и переправить дальше. То есть, по сути, перепродажи так банальные. Здесь действительно нужно приложить руки. И вот сегодня я бы хотел вам представить одну из таких винтовок, которую прислали на обзор. Как вы уже поняли, меня тоже пригласили в данную команду. Я с удовольствием принял приглашение, потому что вы уже знаете, что я люблю всякие нестандартные заказы, и рутина убивает творчество. А здесь творчество приложить придётся. Винтовка эта, здесь будет название, я не помню, М16 она называется. Ну и давайте посмотрим на неё поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Винтовка представляет из себя классическую компоновку с рычажным взводом. Вы сейчас поближе всё это дело увидите. Ударно-спусковой механизм имеет регулировки, имеется предохранитель. Есть интегрированный модератор, есть дополнительный модератор. С какой же проблемой я столкнулся с самого начала? Сразу по тем недостаткам, которые мне не понравились. У меня, когда я получил винтовку, естественно, сразу же я её отстрелял на 25 метров. У меня лежал прицел Хоу-Квантаж 2х9 на кольцах на ластохвосте, на 24 трубе, у которого параллак спокойно отстраивается на 25 метров. Постреляв на 25 метров, я очень-очень сильно был впечатлён. Предварительно отписался, что да, мне винтовка понравилась. И положил её на полочку. Прицел этот у меня забрали. И когда я столкнулся с тем, что мне нужно дальше продолжать обзоры, как вы видите, на коробке винтовки выполнен ластохвост. У меня как раз был заказ к Рюгеру. Я заказал... Ох, сейчас покажу. Я заказал вот этот мостик. Ну, вы все его знаете. То есть мостик Ласта Вивер. Для того, чтобы использовать свою любимую оптику высокой кратности. Для того, чтобы отстрелы были более грамотные. Ну, и непредвзятые, скажем так. Чтобы не списывать на оптику. Каково же было моё удивление, когда этот мостик сюда не встал. Ластохвост у китайцев имеет какой-то свой стандарт. То есть даже, как Фёдор там у себя в ролике рекомендует, ставить монету, расширить их не получилось. Соответственно, мостик портить никакого смысла нет. И я приуныл. Потому что у меня на Ласту вообще колец не бывает. В магазине на 30-й трубе колец я найти не смог. Потому что, я так понимаю, все прицелы, которые у них представлены были на витрине, они все на дюймовой трубе. Соответственно, люди и покупают, что они куда ставят эту оптику. На те винтовки, которые там у них стоят, пневматика. Они все там с Ластой, это переломки. Заказывать их отдельно, зачем они мне нужны. Пошукал у себя за кромах. Нашел такой моноблок, который я еще стоял на Кроссман Карабин. У него вот эта планка в сторону отходит. И, соответственно, можно за счет того, что расстояние больше, подлиннее винты поставил. И спокойно его сюда посадил. Но проблема в том, что у меня на дюймовую трубу оказался лишь один прицел. Это шикарный прицел японский Хака. Но он огнестрельный, у него сетка Дуплекс 3х12, переменник. И параллакс отстраивается от 55 метров. У меня дистанция 42 метра. Соответственно, пострелять вышло проблематично. Но, тем не менее, я покажу вам отстрел на 42 метра. Проблема в том, что я приехал сейчас на стрельбище. И понимаю, что параллакс на 50 метров также не отстраивается. Для того, чтобы работать без параллакса, мне кратность нужно ставить не больше 8. На таком расстоянии я не вижу пробоин в мишени. Это очень плохо. У меня все сливается. Поэтому сейчас я буду стрелять на 70 метров. На кратности 12. Мне и параллакс удалось отстроить, и пробоины видно. Поэтому именно этот отстрел я вам сейчас продемонстрирую. А потом мы опять перейдем к обзору конструкции. Посмотрим, что входит в комплект поставки. Какие здесь изменения. А здесь очень много изменений, кстати сказать. Ну, приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте посмотрим, что В комплект входит Барабанчики Барабанчики, как на корейских Evonix То есть они автоматически Внутри язычок При прохождении досылателя Происходит проворот Мне такие барабанчики не нравятся И, насколько я знаю Собираются Конструкцию их менять То есть в комплекте, может быть, будут Скоро очень другие Так, документы Паспорт, ну и, соответственно Сертификат То есть винтовки Сертифицированы Так, трехджоульные Как обычно наши игрушки продаются На винтовку установлен кит Соответственно, те Запчасти, которые с ней шли Любезно положили в пакетик Я уберу свое позволение То сие означает кит То есть, как мы видим Резервуар винтовки Чуть смещен вперед Немножко другая пробка здесь Все это сделано для того, чтобы Установить сюда Модератор Можно было Модератор штатный Я так понимаю, он не переделывался Потому что внутри штампованные Катушки Но все это тоже планируется делать Далее Увеличен Заредукторный объем Который позволил выйти На наши любимые Скорости Кстати, да, винтовка настроена На пульку 1.18 Heavy Так называемый Наш любимый Скорость 272-275 У меня получилось В винтовке в комплекте Идет однозарядный лоток Который убирается Заменяется барабанчиком Ну и, как вы поняли Уже ласта По поводу разборки винтовки Я не буду ее разбирать Я отдам ссылочку на тему И во всплывающей подсказке Вот здесь будет ссылка на ролик Где производится полная разборка Данной винтовки Кого заинтересовала конструкция Перейдите туда и посмотрите Не вижу смысла повторяться Там очень подробно все это дело Сказано Рычажный взвод Короткий Достаточно Короткий, жесткий Также здесь переделаны все фаски Переделан досылатель Очень много изменений Также на ссылочке В тему продаж Перейдите Там все подробно об этом написано Кучность на 70 метров Вы видели? На 42 метра Видели В принципе, обычная стандартная кучность Кто там говорил про альтернативы какие-то? Вот, пожалуйста, вам альтернатива Винтовка легкая Достаточно прикладистая Анокс выполнен качественно Вообще к китайскому Аноксу Никогда претензий не было Как я уже сказал В комплекте идет Дополнительный саунд-модератор Звук выстрела комфортный Хлесткий такой получается Ну, я так понимаю Его будут так же дорабатывать Ну, что сказать вам в заключении В принципе, неплохая винтовка Для тех, кто хочет войти в мир PCP Его не устраивают те же турецкие винтовки Которые заполонили наш рынок И хочется чего-то получше По крайней мере, уже с доработками С проверками, с отстрелами Резервуары, чтобы не взрывались Пожалуйста Если винтовки меньше 40 тысяч есть Вот они перед вами Покупать или нет, решать вам Ну, в принципе, все достаточно неплохо выполнено Нареканий никаких нет Кучность у винтовки прекрасная А для меня лично Основным критерием того Будем мы заниматься винтовкой или нет Является ее кучность Кучность данного изделия Вполне соответствует Нашим внутренним критериям То есть чистой совестью Этими винтовками заниматься можно Поэтому, кого заинтересовало Пишите Контактные данные Есть По ссылочке В описании Нашего клуба Тема То есть вы можете у себя в регионе найти Представителя Потому что достаточно большая команда Сейчас будет заниматься этими изделиями Так как сегмент На рынке этот востребован Меня просили в свое время Когда я с кралами воевал Предложить Какой-то вариант решения проблемы Так вот Это один из вариантов решения проблемы А второй вариант Будет уже непосредственно самим кралом Да, у нас появился этот крал Сейчас я сделаю зарисовочку Я их сравню прям Две минутки бок о бок Чтоб вы посмотрели Как они выглядят В пластиковом ложе Правда не в дереве Но тем не менее С ним мы тоже будем заниматься О нем будут обязательно Ролики Я покажу что мы сделаем Соответственно с резервуаром Будем решать проблему И опрессовка там будет Ну в общем все По плану Ну давайте Сравним теперь ее С вашим любимым кралом Очень похожи эти винтовки Две По габаритам смотрите Практически Идентичны Но ствол у крала подлиннее будет Однозначно Спусковой крючок металлический Манометр находится здесь Ну потому что это перемоточная винтовка Здесь манометр В торце пробки Модератора украла нет В принципе То есть есть какая-то Штука типа Надульника С этой стороны Если посмотреть Рычажный взвод Предохранитель украла Как у английских винтовок У М16 На спусковом крючке Как у лесника В частности Регулируемость щека здесь Ну это Это плюс Здесь нет Ну украла Есть дерево Понятно Что это в пластике Ложен Из планка вивера Которая Шатается То есть на те же сошки В класса допустим Я бы не стал сюда ставить Украла есть устройство Регулировки Мощности Как видим Владелец уже отверткой сюда лазил Мощности как всегда Всем не хватает Здесь И виверы и ласты Я так понял Двойное крепление Это конечно плюс Здесь как я уже сказал Вот этот вот ластохвост Нестандартный Доставит проблем Но это редукторная винтовка Эта винтовка прямоточная В базе Сейчас скажу Сколько стоит крал В калибре 4,5 Винтовка М16 В базе стоит 32 Крал стоит 29 То есть разница в 3000 Ну за счет редуктора Ну и соответственно По доработкам крала Нужно менять резервуар Это примерно 10000 вам выйдет В данном случае Что у нас получается Кит М16 3000 Фаски 1000 Пружины меняются В клапан ударной группы 300 рублей Ну и настройка 3000 Стандартная Итого 39,300 Получается За М16 Крал Получается 39 Если в калибре 4,5 В калибре 5,5 Цена на него Выше Я посмотрю Здесь Скину Сколько стоит Рычажный взвод По-разному Реализован Ну в принципе Похоже Но здесь есть Вот этот шпенечек У нас идет Это тюнинг Как бы На егерей На Атаманы То есть Вот эта штучка Здесь ее нет Но здесь Рычаг большой Массивный Хромированный Взвод Украла Более Мягкий Здесь жесткий Жестче гораздо Ну модераторы в базе Здесь есть Здесь нет То есть Если сюда докинуть модератор Докинут редуктор Ценник будет выше Бюджетные винтовки Да Они есть Кто хочет войти в мир PCP Welcome Попробуйте Понравится Значит пойдете дальше Нет Будете стрелять Из этой винтовки В принципе Я не знаю Как они будут Сейчас ликвидны На вторичном рынке Об этом еще Только предстоит Нам узнать Но в целом Цена Я думаю Вас порадует Ну это классическая Компоновка Как вы понимаете Классика Мне всегда по душе Полпапы я Не очень сильно люблю И уже отошел от них Поэтому стрелять С нее приятно Комфортно Никаких Неудобств я не испытал У SM По моему Там есть настройки Какие-то Но для этого Нужно его разбирать В принципе Он комфортный То есть Обычному пользователю Хватит вот так За глаза Спасибо большое За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok